всех приветствую на канале с вами опять роман головин и сегодня хотел поговорить про наши жизненные уроки и сегодня я хотел акцентировать внимание на один очень важный вопрос очень много клиентов обращаются люди обращаются к нам и помимо кармических каких-то наказания человека есть достаточное количество жизненных уроков и многие говорят мы не понимаем в чем разница между жизненным уроком или жизненными уроками и кармы так вот когда мы делаем какие-то не примите неприемлемые поступки да и наши учителя это видят это вырывается за рамки нашей программы они нас наказывают наказание может вступить в этой жизни может следующий и длится пять лет десять лет либо двадцать лет и есть так называемые жизненные уроки хорошо ли вы себя ведете плохо ли вы себя ведете не было такой информации ченнелингов что любая душа должна пройти все жизненные уроки которые вообще существуют ну большинство по крайней мере из них это если без исключения это как правило то есть человек должен переболеть коленка болей в какой-то жизнь должна там волосы выпасть другой жизни должны могут они сразу вместе два жизненного урока иногда три иногда четыре жизненных урока какие-то вещи еще происходит допустим там проблемы с кишечником там геморрой куриная слепота там близорукость дальнозоркость плохой слух повышенное от реально давление там и так далее так далее или там человек должен от рака умереть попасть там допустим какую-то аварию сломать позвоночник то есть есть жизненные уроки маленькие и жизненные уроки небольшие очень большие очень тяжелые психологически тяжелые есть даже такие жизненные уроки когда у людей проблемы с головным мозгом психическое состояние их начинают лечить психиатры наблюдают психиатры люди наблюдаются в этих клиниках родственники обеспокоены дают таблетки до таблетки какое-то время помогают но состояние но не улучшается либо улучшается на очень короткий промежуток времени и как правило такие вещи мы не можем сдвинуть место то есть в сущности сразу как ребят мы не можем помочь извините потому что это жизненный урок каких-то моментах они могут немножко уменьшить эти жизненные уроки и либо у детей иногда бывает так что жизненный урок еще начинает работать в самом детстве через какое-то время он уходит утихает человек достигает полувозрелого возраста становится взрослым и этот жизнь урок опять возвращается и начинает опять беспокоить человек если человек допустим еще параллельно наработал карму этот жизненный урок ну и плохо питался там вел неправильный образ жизни то эти жизненные уроки не усиливать их сложнее становится переносить психологически и физическому телу человека а если человек более-менее правильно питается находится на растительном типе питания духовно развивается как правило эти жизненные уроки они беспокоят человека просто в минимальной степени человека вообще никакого дискомфорта это не будет создавать иногда даже человек будет их забывать и вообще даже на них не обращать внимание когда сложные тяжелые жизненные уроки конечно это бывает редко сразу скажу как бы да и людей таких мы не часто встречаем как правило это небольшие жизненные уроки на какой-то короткий промежуток времени на на среднем промежуток времени и жизненные уроки на всю жизнь они растянуты во времени и как правило они не особо сложные хотя есть такие моменты когда люди очень сильно акцентируют внимание что вот у них есть такая вещь что людям обязательно их надо вылечить люди уже обращались к разным специалистам врачам контактерам там гадалкам магам колдунам и так далее но ничего не помогло и никто и ни один человек не сказал как правило это бывает что это жизненный урок когда люди к нам приходят мы говорим ребята вот жизненный урок с некоторые понимают сразу как будто все совпадает так есть как правило такие вещи не поддаются лечению а если поддаются лечение только временному потом могут быть еще сильнее иногда эти жизненные уроки могут протекать волнами то есть увеличиваться понижается увеличение понижение увеличение понижение так в течение всей жизни а потом может исчезнуть то есть есть в жизни уроки вообще на две недели есть на пять лет на 15 на 30 и на всю жизнь естественно каждый раз когда мы разбираем человека смотрим программу естественно сразу вот жизненный урок столько времени будет длиться опять же не забывать когда вы к нам обращаетесь и мы вам говорю вот мы вам снимем темных вот у вас жизненный урок пройдет через десять лет а с ними порчу с глаз снимать 2-3 года например это время только на снятия и заканчивание действия жизненных урок но дальше нужно время чтобы организм сам справился с последствиями этих темных которые натворили там изменили программу жизненные уроки которые повредили вам программа должно произойти восстановление у кого-то быстрее у кого-то медленнее у кого-то средний промежуток время занимает дату си не могу каждому это объяснять и иногда я пытаюсь в лекциях донести до вас эту информацию и поэтому я всегда прошу призываю настоятельно да если вы хотите с нами длительное время работать чтобы у вас были результаты что мы друг друга понимали надо смотреть большое количество наших видео мы не просто так размещаем на канале это знание вот последнее время очень много людей начала просматривать их и те контактеры которые сами еще начинают подрастать и клиенты и люди которые к нам обращаются эта информация имеет глубокий смысл когда вы понимаете как все устроено как устроена вселенная какие законы правила действует на нашей планете вам легче сориентироваться то есть вы можете прочувствовать вы можете понять и проанализировать эти ситуации и тогда вам будет легче а когда вы просто обращаясь каким-то гадалкам ну ты знаешь там мы будем тебя лечить и на самом деле ничего не происходит вы думаете что это гадалка она ничего не может не так далее на самом деле она просто не понимает они нет и знание нету доступа к этим знанием а самом деле гораздо все проще жизненные уроки они как испытания к ним надо относиться как он синельника в своей книге писал возлюби болезнь свою то есть это к этой теме вообще конкретно относится полюбите свое заболевание приживитесь подружитесь как бы до старайтесь более менее правильно питаться духовно развиваться и так далее то ваше заболевание будет вам приносить какие-то минимальные расстройства и дискомфорт жизни есть такие жизненные уроки которые просто на ровном месте появляются потом также исчезают и причем люди уже длительное время находятся на средине и так далее я не раз внезапно появляются человек начинает думать что-то я не так сделал либо я неправильно пришел на это питание либо еще что-то неправильно самом деле нет ни один сыроед в этом естественно не разбирается вам не сможет ответить на ваши вопросы даже самые крутые сыроеды именитые они не понимают как все работает поэтому эти заболевания просто нужно с честью за стоимость на просто перенести то есть относиться к ним по-другому более философский человек у человека множество есть различных заболеваний и так далее куча вирусов у нас у всех мы нафаршированы просто ядами токсинами разными вирусами паразитами да мы конечно все это чистим убираем как бы защиты ставим но для большинства людей пока это непонятно как это происходит вот обратился к человеку и маги чистят на расстоянии ребят это будущее все пора просыпаться смотреть на мир другими глазами мы пробиваем дорогу и показываем вам что возможно что есть что существует на этой земле вот какие доступы и возможности у нас есть поэтому то что вы привыкли видеть что обязательно вас должны дотронуться там до анализа взять что-то физически изменить ваше тело вы считаете что это работает на часто это вообще не работает потому как все идет с энергетического уровня когда на энергетическом уровне мы воздействуем тогда это начинает работать и потом на физическом уровне это ключ ко всему к пониманию об этом я говорю в разных лекциях но не всегда конечно прямо так разжевывая объясняю но вот одна лекция связана с другой лекции 2 с 3 4 4 и на хотя на канале на канале у меня повторяются такие знания и видео лекции все равно рекомендую смотреть все то есть вам гораздо легче многие люди очень заняты и очень много таких людей которые вот я там спешу бегу ну беги дальше спеши там и иди к какому-то другому человеку обращаясь и там и до конца жизни будешь так спешить ничего тебе не изменится а люди которые реально находят канал начинают вникать информацию она реально помогает потому что многие люди которые приходят откуда-то увидели там одну лекцию пытаются там что-то спросить у меня они даже меня не понимаю что я отвечаю потому что мы работаем совершенно по-другому и совершенно другие подходы короткие подходы не такие зигзагообразные что на 125 консультаций взять каждый раз заплатить и чтоб там непонятно какой результат вот здесь конкретно на говоришь это 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 можем это надо узнать это не может и человек естественно этим пользуется и так самый основной вопрос можно ли избежать жизненных уроков я в одной лекции уже говорил что у меня тоже должен был быть очень жесткий жизненный урок настя мне долгое время об этом не говорила потом когда сказала конечно я чуть не прослезился но все понятно от этого никуда не деться мы потом почему она мне это сказала потому что я начал очень усиленно много развиваться и очень много помогать земле и вам в развитии на душ на земле не не простили этот жизненный урок большой связи с этим вот я вам говорю откровенно честно если будете духовно развиваться усиленно развиваться очень много медитировать йогой заниматься и так далее работать над собой поверьте мне шанс у вас увеличится на 500 процентов что вам какие-то сложные жизненные уроки могут отменить у меня он просто даже не вступил в действие то есть не вступил действие а у вас может просто отмениться раньше времени всегда есть шанс к сожалению вот когда люди обращаются на жизнь урок когда задают вопрос а что может помочь да ничего не может помочь сущности отвечает не правильно жизни там не какие-то супер там чистое питание там продукты так далее да это не помогает но всегда есть шансы если вы очень-очень сильно будете развиваться там откроете сверхспособности он перепишет программу еще раз откроете потом еще раз если сто процентов будет шанс что вам и либо снизит либо отмене того и это самая позитивная нота сегодня в просмотре этого видео до что всегда есть какие-то варианты космос и наши член нас не оставляют без вариантов но они об этом об этих вариантах не говорят потому что все должно быть слепую опять же повторюсь вот пример да мы там делали несколько раз ченнелинге просили сущности разных чтобы доказать реально человеку человек нам обратился можно вытащить его душу из тела чтобы он увидел реально что существует посторонний мир там энергетический мир там да как угодно называете тонкий мир нельзя говорит никак нельзя то есть человек должен слепую развиваться самому стерли память чтобы он ничего не знал не помнил и вот он каждый раз как слепой котенок растет растет и начинает развиваться со шаг за шагом чувствовать развивать интуицию искать считает смотреть видео что то даже самому придется пробовать это вот законы которые назначены для этой земли и не только для этой земли поэтому человек двигается вперед таким слепым образом конечно хочется понюхать и лизнуть потрогать пощупать но к сожалению это невозможно приходится либо верить на словом каким-то контактером либо самому развиваться это чувство и так на этой позитивной ноте заканчиваю видео всего самого доброго до свидания увидимся в новых выпусках